Большой баскетбольный праздник «Матч всех звезд» проходит в Санкт-Петербурге. Звезды России бросают вызов баскетбольным звездам мира. Перед «Матчем всех звезд» на площадку вышли сразиться известные люди. В матче знаменитостей сыграли актеры, спортсмены и люди других профессий. А как вы думаете, для чего нужны такие матчи? Такие матчи нужны, во-первых, для того, чтобы популяризировать баскетбол, напоминать молодежи о том, что у нас есть замечательные ветераны. Вот посмотрите, какие ребята прекрасные, как они играют сегодня, несмотря на возраст. А самое главное, как нужно больше привлекать на эту замечательную группу, потому что это прекрасная игра, интеллектуальная, заставляющая думать, играть в команде, а значит создавать хороший коллектив. Это сочетание спортивной составляющей, матча, которым участвуют лучшие баскетболисты лиги, и шоу. Шоу с привлечением зрителей, каких-то красивых моментов, с подарком лучшему игроку будущего матча вот этой машины. Если вы следите за баскетболом, сегодня в Лос-Анджелесе проводится матч звезд Национальной баскетбольной ассоциации. И мы в этот день в Питере проводим такой же матч нашей лиги. Мы уже не боимся NBA, мы не боимся с ними конкурировать. И мне очень приятно, что сегодня уже на матче ветеранов, а основной матч еще не начинался, уже много детей на трибуну. Я сам когда-то был маленьким, ходил на баскетбол, полюбил эту игру и до сих пор люблю. Откуда вы знаете правила баскетбола? В школе мне преподавали всю эту историю, я даже за сборную школу баскетбол играл. Подождите, но баскетбол популярная игра, а как это не знать правила? Часто вы играете в баскетбол? Вообще вы играете? В баскетбол я играю где-то два-три раза в год. Вот сегодня четвертый сыграл, забросил два очка с частными. Я знаю, что этот мяч какой-то особенный, расскажите о нем. Этот мяч яркий пример сотрудничества крупных солидных компаний и единой лиги ВТБ. Примерно год назад мы бросили клич собирать всю пластиковую тару, специально такие вот корзины. Акция называется «Баскетботл», и этот мяч частично в его производстве использовались материалы из переработанных пластиковых бутылок. Именно этим мячом со следующего сезона будут играть все клубы единой лиги ВТБ свой чемпионат. Эта футболка сделана из переработанных пластиковых бутылок уже играет команда из Перми «Парма». Планируется, что в ближайшем будущем в таких форумах будут выступать игроки лиги ВТБ. Игроков приехал поддержать баскетбол. А перед игрой выступили артисты балета Бориса Эйфмана и ведущим стал Иван Курган. Первый матч всех звезд прошел в 2017 году в Сочи. Тогда команда «Звезды России» одержала победу над командой «Звезды мира» со счетом 131-121. «Звезды России» одержала победу над командой «Звезды мира» со счетом 131-121. Помимо игры зрители увидели конкурс трехочковых бросков и конкурс танков, бросков мяча в корзину сверху. Как вам сегодняшняя игра? Обалденно. Обе команды были достойны, но на данный момент мы немножко сильнее оказались. Игра получилась супер, потому что до последней секунды все зрители были в напряжении, и вторую половину сыграли более, наверное, агрессивно, того, чего ждут зрители. Из-за этой агрессии, наверное, красоты добавилось. А как вы думаете, в каких моментах вы были лучше? Мне кажется, у меня броски сверху получались сегодня, и в пару-трех попал. Очень энергичный вид спорта, много забитых мячей, много красивых моментов. Все-таки, когда смотришь тот же футбол, бывает 0-0 игра заканчивается, а здесь очень энергичная игра, поэтому любите баскетбол, играйте в баскетбол. Сегодня я поняла, за что так любят баскетбол. Матч всех звезд увидели Маша Андронова и Олеся Андронова. Редактор субтитров А.Семкин